Дима, у тебя на сайте, у меня так начинается все у тебя на сайте, я основательно готовилась, я нашла три градации мастеров. Барбер, про-барбер, по-моему, да, и топ-барбер. А барбер, старший барбер и топ-барбер. Расскажи про функционал, про ценник на ребят, от чего зависит? Функционала нет, на самом деле это просто опыт ребят и по сути дела их загрузка. Если ты расписываешься на 90 процентов, то ты переходишь в новый разряд. Это позволяет ребятам больше зарабатывать и быть успешными, получать новую мотивацию, нам удерживать соответственно ценных барберов и все отсюда просто выигрывают. Плюс повторюсь то, что говорил в первой части, ты теряешь гостей, которые не готовы переплачивать, но сохраняешь гостей, которые не готовы ждать. И это очень важно. Ну, потому что, если ты расписываешься уже полностью, ну, это тупик для всех. Это только от количества свободного времени. Все, больше ты ни к чему не приравниваешь, ни к продажам, ни к чему. А зачем? Успешный барбер, это тот барбер, к которому очень сложно записаться, у которого полная загрузка. Это основной критерий. Если ты полностью расписан, то значит, ты все делаешь правильно. У вас есть Академия Франт. Правильно ли я понимаю, сделала такую вот сама, что в ней преподавателями работают у вас уже мастера? Безусловно. Никого там извне вы не привлекаете, только ваши барберы? Ну, бывают единичные случаи, когда мы ее сдаем под какие-то мероприятия внешних академий других, ну, например, академии, связанных с косметикой, да, где привозят какого-то амбассадора, они за их счет, мы просто представляем площадку, и туда, соответственно, наши ребята идут на лояльных спецусловиях, ну, и, соответственно, барберы из других барбершопов тоже могут прийти и там поучиться. А так Академия у нас функционирует самостоятельно и обучает там исключительно наши барберы. У нас много звездных барберов, всемирно известных, и Рома Клиперкиллах, и Саша Бердпампер, ну, всех перечисляет, много времени займет, я думаю. И, соответственно, они ведут разные курсы. И повышение с нуля, повышение квалификации и отдельные блоки по разным услугам. Ну, плюс сервис и так далее. Сервис тоже есть, да? Потому что я нашла только касаемо стрижек курса. Ну, в курсе барбер с нуля, безусловно, и даем сервис, да. Мое дело, это основное из наших конкурентных преимуществ, но когда ты обучаешься с нуля, ты в любом случае всю информацию на 100% не впитываешь, да? Нужно давать больше, чтобы каждый попробовал усвоить для себя то, что ему будет ближе. Поэтому и обучение с нуля, когда у нас идет группа, обучают сразу 5 барберов наших. У них все расписано по дням, и каждый ученик может взять какую-то фишечку разных барберов, посмотреть, и, соответственно, по-разному они преподают. То есть на момент введения курса мастера-барберы не работают? Они целиком полностью ходят на обучение? Или вы это комбинируете? Как, допустим, сколько длится, например, курс нуля? Если не ошибаюсь, 20 дней, с 10 до, по-моему, если не ошибаюсь, до 6, но у нас некоторые ребята остаются и до часу ночи, и даже после того, как они проходят 20-дневное обучение, многие остаются там еще на неделю, на две недели, даже на месяц, и стригут модели, и наши преподатели академии подсказывают им и продолжают обучать уже абсолютно бесплатно, либо за какие-то дополнительные штички. А так, если барбер заканчивает раньше обучение, в день имеется в виду, он может себе открыть там записи, вечером постричь гостей. Ну, мы лояльны к этому, можно и домой пойти. То есть 20 дней обучения, не все 5 барберов одновременно ведут? Один барбер, один день. Единственная группа 4-5 человек, не больше, иначе просто эффективности не будет. Мы не делаем группы 6-7-10 человек, ни в коем случае. У нас такое обучение, чуть ли не персональное получается, и поэтому оно эффективно. Реально за 20 дней ты можешь стать барбером. Понятное дело, ты не устроишься в московский франк, но можешь пойти в какой-нибудь эконом-сегмент, не буду называть. Набивать руку, да? Да, это будет не тичь. Да, набивать руку на поток сначала, или пойти в эконом. Понятное дело, что сложно потом будет перестраиваться с экономом обратно, если человек хочет расти. Ну, что делать? Что делать? У нас Академия, это огромный наш барбершоп, Валагманский, там где-то, по-моему, 140, может быть, 180 даже квадратов. Там 11 кресел. Соответственно, когда у нас идет какое-то мег крутое мероприятие, мы можем все 11 кресел посвятить на этому дню. Также этот барбершоп полностью расписывается в коммерческие дни, в наши 4 сезона, которые у нас есть, и, безусловно, в Новый год. Это работает как один общий барбершоп на 11 кресел. Ну, а так пространство определено таким образом, что 7 кресел идет на барбершоп, и 4 кресла, 5, ну, если там, например, трансформаторские перестановки. Соответственно, отдельно идет обучение, отдельно стригут. Ну, это такая крутая атмосфера. А так это вообще у нас очень комбинированное помещение, мы по-разному его используем. Там у нас еще и офисы, склады, все остальное. А идея вообще Академии? То есть это была ваша идея? А давайте-ка сделаем. Или пришли ребята, говорят, слушайте, мы понимаем, что мы хотим уже обучать, мы до этого доросли, давайте делать Академию. Это была наша идея. Я просто понимал, что с этого можно неплохо выиграть. Во-первых, это имиджевая история, потому что ты не можешь быть крутой сетью, если ты не обучаешь сам. Ты тогда привлекаешь внимание медийных других барберов, и реально ребята приходят и говорят, у вас есть Академия, как можно у вас, соответственно, и работать, и преподавать в вашей Академии. И так приобрели иное количество неплохих барберов. Плюс ребятам нужно расти и развиваться. Соответственно, кто-то хочет, безусловно, больше зарабатывать, точнее, все хотят больше зарабатывать. Но многие хотят еще и развиваться в плане обучения, пытаться сделать из себя преподавателя. И это, опять же, работает на лояльность и мотивацию сотрудников. И даем им эту возможность. Они реализуются и счастливо в компании не уходят, соответственно, влияют на текучку. Как бизнес мы не ставили на него каких-то задач таких. Ставок в Истоке, да. Ну, потому что, чтобы ты отбивал свою Академию, нужно тебе продавать отдельно косметику. Академии даже Симушки и, я не знаю, American Crew, они все равно минусовые. У нас не минусовые, хоть и помещение находится в первой линии, это там отдельный вход. Если делать Академию плюс-минус коммерческой, то это надо где-то снимать, ну, ближе к окраине, наверное, и там на каком-нибудь четвертом этаже можно. Ну, мы сделали так. Но Академия у нас рентабельна. Еще раз повторюсь, бешеный денег мы с ней не зарабатываем, но она себя купает. Никогда не думал о том, что, чтобы иметь плюсовую, прибыльную Академию, нужно продавать косметику. Ну, а как? Любая... То есть только на обучение не вывести? Тяжело. Параллельно имеется в виду, да? Нет, нет, нет. Если бы я был бы владельцем не сети барбершопов, а какого-нибудь бренда косметического, чтобы продавать косметику, я должен обучать своим баночкам. Ну, и параллельно, соответственно, обучать и стрижкам. Только в этом случае. То есть, все равно они все минусовые. Так как я проработал в American Crew в свое время, я знаю косты. Ну, а как ты? По-другому не можешь. А написание программы? То есть у вас пришла идея открыть, сделать Академию ОК, вы собрали мастеров. И как вообще написание программы происходит? То есть ребята сами пишут программу, вы вместе садитесь, пишете. Как это реализовывается? Когда мы открывали Академию, это было, если не ошибаюсь, по-моему, 17-й, наверное, год или 16-й. Все ребята говорили, я хочу преподавать. Я прям хочу развиваться и все остальное. Мы сказали, окей, мы вам строим Академию. Все в равных условиях. Пишите программу. Кто напишет программу лучше, тот и станет временным директором Академии. А дальше так поедем, будем плясать и будем развиваться, оптимизировать работу и совершенствоваться. В итоге написал только один, тоже наш бывший сотрудник, в очень хороших отношениях пообщаемся, и весьма медийный барбер Вадим Ласточкин. Я думаю, все его знают. Сейчас в Калуге обучают в своей собственной Академии. Все по-разному раскрываются. Вот, например, у нас был и Январ, тоже многие его знают, и тот же самый Нелисон, и Ласточкин. Шикарные преподаватели. Но как барберы, успешные барберы, тот, у кого полная загрузка. Вот у них у троих никогда не было полной посадки. Но за то, сколько они уже десятков или сотен барберов выпустили, дали новую профессию ребятам, я уже, наверное, не сосчитаю. Вадим стал нашим первым директором Академии, развивались, прославляли его имя и наше. А потом, соответственно, пришли к тому, что сейчас в Академии у нас шесть педагогов, и они сами, безусловно, оттачивают свои программы. У каждого своя программа из педагогов? У них есть общая барбер-шоля. На 5-е что, да? Да, да. Ну и у каждого, безусловно, есть свои авторские курсы, которые они преподают. Вы их одобряете, да, командой? То есть вы смотрите эти курсы, одобряете их, ценник, как вы на них формируете? Спрос-предложение. Если у тебя записи нет, то либо плохой педагог, либо у тебя дорогая цена. Если ты понимаешь, что у тебя нет записи, то, соответственно, либо твоя стрижка стоит дорого, либо ты криворукий рукожоп. А какой процент у мастеров с этого обучения? Сколько они зарабатывают допом? Я затрудняюсь. Но в свое время, когда у нас был Анвар директором академии, Анвар получал 55. Это прям космический процент. В итоге там только Анвар занимался и зарабатывал. Причем какие-то космические цены. Сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, это 40%. Это то, с чего позволяет зарабатывать всем, не только педагогам. Ну и вам в том числе, конечно. Ну нам как минимум, если ты уже отбиваешь все затраты на академию, она не минусовая, то она уже имеет только плюсы, потому что все равно прославление бренда, привлечение внимания, мотивация мастеров – это все плюсы, которые дают плюсовые сальдо. Ну окей, по академии понятно. По системе KPI все-таки можешь мне по ребятам рассказать? У каждого индивидуальное ты рассказывал в начале? Или как вы рассчитываете заработные платы? Раньше не было никакого KPI. Раньше присваивались проценты вот так. Это я поняла. А вот сейчас? А сейчас есть система KPI, она для всех одинаковая. Вообще для всех. Не важно, ты старший, токий. Расскажи про меня. Соответственно, если очень коротко, чем ты больше сдаешь кассу, тем ты больше с нее имеешь процент. И все. Это единственное, что я могу в подробности сказать про систему KPI. Начинается с 30 у тебя? От 30 до 60. Да, и даже те барберы, которые могут зарабатывать 60%, они гораздо выгоднее для компании, чем те ребят, которые сидят на 30. От 30 до 60. А с продаж? С продаж тоже система KPI. От 5 до 18. И сколько зарабатывает барбер, который работает и в академии преподавателя, и также у тебя барбером? Ну, по-разному. Но зарплаты у нас идут от 50 до 400 тысяч, ребята. От 50 до 400 тысяч? Ну, те, которые на 50, либо это начинающий барбер, либо этот барбер, с которым надо расставаться. Очень захотелось стричь пойти. А сколько стоят курсы? Если не ошибаюсь, по-моему, 100 тысяч у нас курс с нуля. Курсы повышения квалификации индивидуально абсолютно у каждого барбера. По-разному. По-моему, самый дорогой у Рома, если не ошибаюсь, по-моему, 40 тысяч за три дня. Или 45, может быть, да. Но в среднем по рынку так и есть, да? Повышение обучения с нуля в районе 30 дней и 100 тысяч рублей. Ну, по-разному. У нас просто 20 дней, но мы там обучаем с утра до вечера и ночью, и потом они могут оставаться. Вы гарантируете трудоустройство после, вот, ты говоришь, в экономку могут пойти работать? То есть вы не помогаете с трудоустройством? Помогаем, но все равно ты же прекрасно можешь понять, что мы даем обучение всем одинаковое, но усваивают его все по-разному. Конечно, есть люди более талантливые, есть люди, так сказать, которым нужно дополнительные усилия. Давай так выразимся. Часто к нам обращаются из внешних барбершопов и говорят, а у вас есть кадры вот в академию, мы, соответственно, их сводим, да? Кто-то трудоустраивается и так далее. Был пик, когда органически все росли. Можно было назвать шаурмышную барбершопом, туда была бы очередь. Все органически в период этого бума развивались. Сейчас ты развиваешься только, если ты реально профессионал. У меня есть товарищи, которые открывались раньше нас, не буду называть имя, но они прям попали в эту волну 13-го года, у них запись была на две недели вперед. Но потом один занимается своей пекарней, второй занимается своим авиастроением, и все. И, соответственно, барбершоп просел, хотя он открывался в 13-м году, и у них записи, я повторюсь, там сумасшедшие были. Это наш основной бизнес. Здесь спрашивают, Дима, что ты там делаешь в барбершопе? Почему так много там уделяешь этому внимания? Ну, а как по-другому? Вот сейчас рынок сохранит только те, кто реально профессионал. Кто профессионал? И количество схлопа у меня сейчас просто колоссальное. Чем отличается профессионал от непрофессионал? Успешность, я думаю. Постоянный прогресс во всех направлениях. От привода новых костей, оптимизации бизнес-процентов процессов, модернизации каких-то дополнительных ресурсов и все остальное. Работа с персоналом. Подкручивание, в общем, каждого. Но при этом ты говоришь, что ты отошел от рутинной работы. Операционной работы. Научился делегировать два года назад и немножечко решил чуть-чуть пожить для себя. Но сейчас с удовольствием возвращаюсь обратно. А вот мы много говорим о том, что барберы, прогресс, рост мастеров. А как-то в администраторах вы заинтересованы? Как-то для них есть возможность роста у вас в сети? Безусловно. Ну, во-первых, все те управленцы, которые у нас работают в компании, и многоуважаемый Илья и Сергей, прошли вот этот полный путь от администратора до коммерческого директора или бренд-директора и так далее. Обязательно. То есть я сам, чтобы понимать все процессы работы барбершопа, должен был попробовать все, только я не стриг. Вот единственное, я ни разу не стриг. Машинку держал, может быть, два раза в руках, и то она не работала. По-другому просто-напросто никак. И, соответственно, из администратора ты можешь вырасти в операционную директора, из операционную директора дальше по эрархической лестнице карьерной. Обучаете администраторов? Конечно. Просто я помню, насколько у нас были простые функции администратора раньше, грубо говоря, расчет, встреча гостя, звонки по телефону. То сейчас наши администраторы – это просто супер-мега-специалисты, работающие в разных серверных системах и отвечающие за разный функционал. Многое, что подверглось прогрессу и, соответственно, в администраторах. Аммины в том числе, да? Аммины в том числе. Например, продажа онлайн-сертификатов. Когда ты раньше продавал просто сертификат какой-то бумажный, бумажный носитель, да, то сейчас это там карточка электронная, которую нужно активизировать, забить, заполнить. Ну, не заполнить, просто хотя бы ее активировать. Но все равно эта функция – зайти в какую-то специальную программу, вбить код этой карточки, да, и, соответственно, зачислить на нее финансы, провести ее по ее клиенту. То есть операций стало гораздо больше. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ